Евангелие от Муки, 21 глава. Выборочно несколько стихов считает сегодня в церкви. Эта неделя называется «Неделя о Страшном Суде». Сегодня многие проповедуют, разные сектанты, и все говорят о любви. Как только заговоришь о Страшном Суде, а вы нас не пугайте. Да любви-то ведь нет без этого. Это не любовь совсем, это обман, заблуждение. И истина, она тогда только истина, когда она целиком вся полная. Это 21 глава. Как ты можешь считать 24 главу Воскресения, Луки, если 21 пропустишь? Страшный суд. И вот на первом месте, когда ученики сидели рядом со Христом, они думали, ну как все-таки выдержать такие испытания? Страшные беды, войны будут, слухи, землетрясения. На первом месте Господь выводит. Восьмой стих. Берегите, чтобы вас не вели в заблуждение. На первом месте. Чтобы не вели в заблуждение, потом, говорит, не ходите в след их. Будет на земле уныние, в народах недоумение. Опять недоумение, не знает куда идти. Смотрите за собою. Опять смотрите, чтобы не заблудиться. Чтобы у нас, у каждого человека, было твердо уверенность, что идет правильно. А эта уверенность может и только тогда быть, когда мы будем находиться в церкви. Если секанты и еретики что-то считают со священным описанием, они не могут правильно разуметь. Мы говорим, будет страшный суд. Человек пойдет в ад. Он будет вечно мучиться, если он не спасется. Они доказывают, что никакого мучения-то, оказывается, и нет. Я говорю, а, как и ада нет. Я говорю, а душа куда пойдет? Да и души у человека нет. Вот эти, которые на дворце зрелищ были, они как раз так учатся, адвентисты седьмого дня. Видите, как сатана ввел в заблуждение. И вот когда были на встрече у главы администрации города, и в понедельник опять вызывают, вот это понедельник, какие-то разговоры будут, об этом надо помолиться. И вот я смотрю на них. Нормальные люди, но все по-разному понимают. Мы бы как не понимали, тут вот находятся священник старообрядческий, православный, католический, это церковь. Мы все понимаем одинаково. Нас разделяют частности. Католики верят в страшный суд, в вечное мучение, что у человека есть душа, ну добавили еще стилище, переход. Православные верят, что можно человека тоже замолить, вымолить, но это частности. Главное в том, что смотрите, чтобы кто не вел вас в заблуждение. Вот прежде чем до Пасхи дойти, мы семь недель будем думать о страшном суде. Это идет подготовка к воскресенью. Ты никогда не можешь войти в воскресенье из мертвых, праведных, если вот этого страха не будет. Святой Пимен Великий говорит так. Ум держи в ааде, хотя стремишься к небу. Игнатий Бреничнинов говорит. Кто в душе не испытал вечной смерти, мучением, тот еще не начинал спасаться. Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. Всех повторяет, имеет жизнь вечную, уверенность в спасении. Да не может быть уверенности в спасении никакого. Почему? А дальше запятая. Дабы, что? Не погибнуть. Дабы, кто не погиб. Слово-то погибли-то никуда не делось. Это центральный стих Библии. Евангелие от Иоанна 3.16, что до того пришел Сын, чтобы люди имели жизнь вечную. И так вас убил. Дабы никто не погиб. А слово погиб включает в себя это смерть, ад, вечное мучение. Смотрите, чтобы вам не заблудиться. И вас не вели в заблуждение. Смотрите, человек заблуждается. Иоанн 12.16 стих. Перед ним, перед Богом, заблуждающийся и вводящий в заблуждение. То есть Бог знает того, кто плетется, куда его не позовут, и знает того, кто руководитель, кто говорит, кто наставляет. Я эти слова применяю к себе. А ты не думаешь, что ты вводишь людей в заблуждение. Я все слова применяю к себе. Думаю, что я не ввожу в заблуждение. Я не могу вводить в заблуждение. Потому что никакого учения я не придумал. Если я ввожу в заблуждение, вводили в заблуждение апостолы, вводили святые отцы, вводили пророки. Почему? Мы в церкви находимся. Что бы с нами ни было, как несправедливо ни поступили с нами, что бы ни было с нашим священником и епископом никуда из церкви. Иоанна Златоуса сослали. Совершенно несправедливо. Осудили епископа, народ за него, и он только одно наказывает, из церкви не уходите. А там одни волки остались, он говорит, не уходите. Волки перемрут, а вы останетесь в церкви. Так все и случилось. Никуда из церкви, никаких отделений. Притча Соломона, 12 глава, 26 стих. Путь нечестивых вводит их в заблуждение. Причина-то какая в заблуждении? Путь, то есть дела. По причине умножения беззакония во многих окладеет любовь. Не просто перестал любить родителей, детей, жену, сестру, брата. Беззаконие. Он все беззаконищал, скрывал, и наконец все у него пошло. Он или на одни компьютерные игры перешел, или воровать, или блудить, или ругать себя, запился, закололся. Почему? По причине умножения беззакония. Повторяю, Соломон говорит так. Путь нечестивых вводит их в заблуждение. Он как до этого шел, как рассуждал, как считал. Когда с такими людьми разговариваешь, то не на пустом месте его такое понимание. Чтобы нормально, хорошо веровал человек, и вдруг сразу раз, и стал каким-то юридиком, так не бывает. У него предварительно было что-то. Он не хотел молиться, не хотел посты, роптал, осуждал. Бойтесь всякого греха. Есть вводящие в заблуждение и идущие за ним. Пророк Исаия 3.12 говорит причина, почему народ заблудился. Сейчас пишут, что вышла последняя алтайская миссия. Хорошие мысли. Как так? Вопрос задают. Вся Россия была православная, покрыта монастырями. В один момент повернули на сторону большевиков. Вчерашние прихожане ломают купола, священников расстреливают. Как это получилось? Вопрос задают и не отвечают. Вот последний номер журнала. Я отвечаю очень просто, Евангелие не знали. Я на этот вопрос, контр-вопрос задаю. Почему не участвовали в революции люди, которые имеют семейный уклад более твердый? Старобрятов там не было. Они революции не делали. Из них другие были, которые защищали на белой стороне. Полки Богородицы, Архангелла Михаила, да. Но за коммунистами ни одного нигде не было, ни в правительстве, нигде. А в это время уже много было пашковцев, евангельских христиан, баптистов. Ни одного нигде не было. Почему? Евангелие в руке было уже. Если Евангелие есть, даже с заблуждениями, все равно от главной беды оно тебя отведет. Евангелие, сама по себе, независимо от твоего статуса. Вожди твои ввели тебя в заблуждение, вожди. Попы, они ввели в заблуждение. Сейчас затеяли, вот только царь-батюшка. Вчера мне принесли материал, чтобы я посмотрел и дал свой отзыв. Вот это концепция церкви православной. Вот, из-за чего началось разделение, московская патриархия. И рядом параллельно концепция иудаизма, евреев. Один к одному идет. Мне говорят, вот как так? И вот хорошие книжки списали. Но это еще ничего не говорит. Если там, говорит, синагога, здесь ставится слово церковь. А дальше идет все слово в слово идет. С одной книжки списали дворечники. Но если он говорит евреям хорошо, почему я должен... Они жидовье, они проклятые. Ты по делу говори. Сейчас речь идет только о рассмотрении концепции евреев, которые в России-то. Ничего плохого я в ней не нашел. А ты сейчас за евреев? Я за правду. Если евреев прав, почему он должен сказать, что он не прав? Так это Кирилл Гуньяев. Кирилл прав в данном случае. Он призывает к добру. В словах этих нет никакой беды у него нигде. Он не ссылается на слово Божие только. Мы должны над своими мыслями все-таки командовать. Я по слову Божию налагаю везде и вижу. Прав Равин и прав Кирилл. Оба они правы здесь. И то, что сходится, это ничего не значит. Почему? Да не забывай, что Новый Завет в три раза меньше ветхого. Я стал думать, ну почему? А потом думаю, выходит, что вместе четыре части и три части. И три части не вводят в Царство Небесное. И Господь говорит, вышел все эти все, и три части ничего не дают. Одна частика дает. Случайно это или не случайно? Я просто аналогию увидел. Наше все поборает, что у нас есть. Их не сравнишь. У них там свое, протоколы, тайны. Они думают мир завоевать. Это их забота. Наша забота спасти души, людей провести. И этих евреев вразумить. От вас же Христос произошел. Божья Матерь Еврейка. Что ж вы делаете? Мы должны убеждать, а не воевать с ними. Так они вам враги. Но я-то им не враг. Мои, да, могут за того, говорит. Зло могут делать, но сделать не смогут. Так они убьют, все отнимут. Детей наших погубят. Да не погубят. Эти люди находятся под жертвенником, вопьют Господа. Да коли не мстишь за кровь нашу. Верующего нельзя погубить, если он за это благодарит Бога. Пророк Иеремия, 23 глава, 32 стих, показывает, кто ввели в заблуждение. Пророки ввели народ в заблуждение, говорит Господь Бог. А тогда пророки исполняли главную роль священники и пророки. И они ввели в заблуждение народ. Вот сегодня такая же ситуация. Совершенно ничего люди не знают. Не знают. По причине одной, что их не учат. А если бы их учили? Ну понемножку-то. По одной главе бы Евангелие это изучать. И люди бы уже что-то знали. Пророки ввели в заблуждение. Почему? Очень были сильные патриоты. Ни под каким видом. Враг не ступит на землю. Кто с мечом придет, от меча погибнет. Ни одной пядер русской земли не отдадим. Все отдали. Республики нерушимы рассыпались. И сегодня, завтра может тут будет другая нация жить. А нам от этого никакой беды нет. Да мы могли не родиться. Мы пришли прославить Бога. Покорить все его великой и святой воли. Кто учит по-другому, что надо любыми путями здесь завоевывать, держать, расширять. Они не знают Бога. Апостол Павел нигде не призывал сохранять границы Израиля, воевать. Они были в это время под римским владычеством. Божья Матерь была рабой Рима. Гражданкой. Потому что это колония была Рима. И нигде ни одного слова не было. А сегодня бы защитить Иерусалим, крестовый поход. Даже же Божью Матерь никто не защищал. Совершенно не тем путем пошли. Пророки ввели в заблуждение. Уже пророки, вернее сказать. Языки. 13 глава, 10 стих. За то, что вводит народ мой в заблуждение, я пошлю на них меч. Посмотрите, как сегодня крещение. Совершенно без подготовки. Ладошкой мокрой по голове платить деньги. Это же сплошное заблуждение. Любое идет к причастию. А написано, из-за того многие больные немало умирают. А раз вводят в заблуждение, значит вводят эти болезни. Апостол Павел говорит, Христос говорит здесь, смотрите, чтобы кто вас не вел в заблуждение. Он сказал это апостолу. Многие придут под именем моим. Не под именем безбожника. Не с пятиконечной звездой. Но с крестом. И будут убивать. И будут думать. Служат не партии, не Марксу, но служат мне. Вот это состояние у нас сегодня в церкви. Пророк Михей, 3 глава, 5 стих. Пророки ввели в заблуждение. А кто ничего им не кладет в рот, против тех они объявляют войну. Ну это взятки. То есть как угодно могут они весы повернуть за кое-что дышло. Евангелист Марк, 12 глава, 24 стих говорит, что многих они будут приводить в заблуждение. И причина указана какая. Господь говорит, этим ли приводитесь в заблуждение, не зная Писание, ни силы Божией. Вы потому в заблуждение впадаете, запятая, что не знаете Писание. А что не знаете Писание? Библию не переводили на русский язык. За переведенной Библией гонялись. Я уже сколько об этом говорил. Сдать восьмидневный срок, иначе ты будешь анатеме предан. Кто ввел в заблуждение? Это же церковники все. Второе послание Петра, 2 глава, 18 стих. Они уловляют плотские похоти тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Мы не так далеко и ушли от того, где мы были. Поэтому держи, душа, что имеешь. На нас многие смотрят. Пройдет еще месяца 3-4, и что-то начнет меняться. Мы представляем для них самую большую опасность. С любой позиции смотри. В первую очередь нигде не воюем. Идем против. Не идем против. Молимся вместе. И в то же время делаем совсем не так. Завтра приедет отец Павел. Он там был. Думал, что может быть что-то разрешат архиерею вот это. Но он звонил. Ничего. Собрались вместе все тамочные священники этой округи. Ну, называют у них округ этот. Благочиния отдельная. Как они над ним издевались над Павлом? Да при счастье его не допускать. Это вообще правил никакой. Он говорит, 52 апостольское правило гласит, что если я иду к вам на исповедь, а ты меня не принимаешь, священник, священник извергается из сана. Вы что делаете? Вы совершенно все извержены. Они ничего не слышат. Языки показывают и дрожатся. Я думаю, это, видимо, что-то уже стерк не человеческое, что-то бесовское пошло. И он открывает Слово Божие, называют они, знаете, как маленькие ребятишки. Он говорит, Евангелие от Иоанния, Ваня, Ваня, вот такими словами на него. Они кощунники и беззаконники. И вдруг вчера, получая из Свердловской области, те же самые слова, точно так же говорят священники. Сегодня звонят с другого конца, точно так же отвечают. Полное абсолютное безумие. Смотрите, Господь на первом месте говорит, не войны бойтесь. Ни холеры, ни спида, ни рака, бойтесь заблуждения. Иоанн Затаус говорит, никого я так не боюсь, как епископов. Нищу же своих. Пророк Исаия, 30 глава, 28 стих. И вот я вложу в челюсти народа узду, говорит Господь, и буду направлять его к заблуждению. Бог так сделает, и сколько ни доказываешь, ничего не могут сказать против и не идут. Со сколькими людьми мы только не говорили уже. Нет, батюшка сказал так. Это узда во рту народа, и Бог дергает, почему они не застойны прийти. Бог заложил узду, это страшное место, что это от Бога, чтобы они никогда не познали истину. А если они пожелают, надо узду порвать. А узда, это значит бросит в себя юга поповская. Не батюшка, батюшка, а что скажет наш Бог и югова? Во втором послании Петра 3,17. Чтобы вам, возлюбленные, не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Мы очень прочно утвердились на Священном Писании, на толковании святых отцов, какие у нас правила на канонах основаны. Такого нигде нет, ни на Западе, ни на Востоке. Смотрите, берегите это. Меня завтра не будет, батюшки не будет, может дома не будет, но вы-то будете, не все же перемрете сразу. Вы, чтобы не отпасть от своего утверждения. 1 Коринфянам 4,2. Духа Божия, это Ян говорит, Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Я говорю, смотри, чтобы не увлечься заблуждением, Христос говорит, а мы посмотрим. Господи, ну заблуждение, а где оно бывает? А он говорит, а вот так. Кто пропадет от Христа, пришедшего во плоти, тот Дух истины. А кто говорит, что Христос не Бог, это Дух заблуждения. 1 Иоанна 4,6. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему мы узнаем Духа Божия и Духа заблуждения. Мы смело можем сказать так. То, что мы говорим людям и Священное Писание, они не слушают, это Дух заблуждения не дает им. Так они на вас могут сказать. Ну пускай встретятся, поговорим. Мы открываем Писание, открываем каноны, которые являются руководством. И они ни одного канона не хотят признавать. Если Священник хоть одного будет крестить, не в полное погружение, да извержится. Песятое правило апостольское. Его никто не отменял. 1 Иоанна 2,3. В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Мы это можем сказать. Бог дал нам чистое учение. Слово Божие и лежит в Библии. 2 Иоанна 2,11. Людям, которые не хотят слушать Слово Божие, пошлет Господь действие заблуждения. И они будут верить лжи и отвращаться от истины. Это Бог делает. Мы не можем на них ни сердиться, ни злиться, ничего. Это Бог так допустил за прежнее беззаконие. За все дурное, что они говорили, за что судили. Мы прямо открываем, они считают, видят. Кажется, нельзя не поверить. Нет, они не верят. Это Бог дал им духом заблуждения. А что епископ скажет? 2 Тимофея 3,13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. А раз они заблуждаются, злые, они все до одного. Писание говорит. Они заблуждаются, но ясно заблуждаются. Писание людям не дают, не учат. С кем бы ни поговорили, а мы ничего не знаем. Вот вчера я говорю, письма получил, и все одинаково говорят. С кем не заговорим, а мы ничего не знаем. Батюшка сказал только, гоните их, с ними не разговаривайте. Все больше ничего не может сказать. Третья книга Маковейская, 6 глава, 25 стих. Чтобы мы ради краткой и ничтожной жизни не впали в заблуждение. Не дали мы дурной пример кому-либо. Будьте мужественны и тверды. Гнига Иудеев, 5 глава, 20 стих. Итак, если есть заблуждение в народе, то не устоять. Это она сказала, когда пришла к врагам. Это же сказала дома. Если есть заблуждение в народе, то нам ничто не поможет. Ни чудотворное, ни Библия. Главное это грех. Для чего пост? Чтобы смирить себя. Ужать. Премудрость Соломона, 1, 12. Не ускоряйте смерть и заблуждениями вашими. Выходит, что если мы неправильно понимаем, творим злые дела, заблуждаемся, мы ускоряем смерть. Смерть приближается к человеку. Премудрость, 17, 1. Ненаученные души впадут в заблуждение. Так учите или не учите? Ненаученные ничему-то, а Словом Божьим. Эти люди поневоле впадут в заблуждение. Он пути не знает, он шагает в темноте. Сирахов, 4, 24. Многих людей ввели в заблуждение их предположение. Всего лишь. А я думаю так. А мне кажется, бросьте такими словами разводиться. Я думаю, а ты скажи, как написано? Христос как сатаной говорил? Так написано. А мне кажется, я думаю, предположительно, может быть, эти слова у христианина должны исчезнуть. Там, где касается Слово Божие. Многих ввели в заблуждение их предположение. Сирахов, 16, 12. Никто, чтобы не говорил, что Бог ввел меня в заблуждение. И Бог не нуждается в грешном человеке. Сирахов, 24, 2. Не по творству и заблуждению детей своих. Держите строго. Вот если я их накажу в лагере, против меня крапивой отодрал, 3 уголовных дела возбуждали. Рядом на соседней улице военком. Он их взял, в щечню кинул. И уже 8 лет лежат в холодильниках, 400 трупов обгорело. И ничего, это можно. Я-то хотел, чтобы он туда не попал. Чтобы он был живой. А ты-то хотел для того, чтобы тебе вот это мясо жареное там было. У него власти над ними нет, а у меня есть власть. Ко мне родители добровольно привезли, а сейчас убили. Мать говорит, я была на работе, его взяли в армию, меня даже не спросили. А теперь его там убили в плену, а ей говорят, а он сбежал в дезертир. То есть еще и оболганный. Сераха, 24 глава, 2 стих. Не по творству и заблуждению молодого. Сераха, 35 глава, 17 стих. Многих вели в заблуждение, а я спрашиваю, что? А это у нас очень часто бывает. Сновидение. А я во сне видела, а меня уже предупредил Господь. Ангел явился. Многих вели в заблуждение. А Христос говорит, смотрите, чтобы кто не вел вас в заблуждение. Много спим. И вот уже начинает думать, а я видела, да я видела тебя. Себя она не видит. Не с Украины пишут. В священниках молился и увидел, стоит столб высотой до неба, но наклоненный. И это Игнатий. А почему именно столб и я, он не объясняет и никак. А себя не видел. Другой молится. Авантюру затеял. В алтаре, в алтаре. Стоит в алтаре у престола. Молится. Великое дело делать хочет. Ему является там ангел и говорит, тебе не сделать, пока Игнатий не будет рядом с тобой. И он мне пишет. Я говорю, ты суши сухари, как будешь сперму тебя брать, чтобы было еще взять. Ты же уже авантюрист. Дело какое я решил сделать. Разводить пчел, чтобы монахи разводили, сидели в комнате и кормили японского императора. А он уже помер. И готовит третья глава, третий стих. Господи, ты не наказывай меня за заблуждения мои, которые были у меня. За юность мою и за заблуждения отцов моих. Господь говорит, чтобы не вели кто нас в заблуждения. А заблуждения-то уже были. Мы введенные. Значит, о них Савид говорит, надо молиться. Господи, прости эти заблуждения. Для этого пост идет. Ты дал нам великую истину. Мы познали веру православную. Что православие это не просто прийти, стоять. Это деятельность. Чтобы мы вперед бежали, как на поприще, как на стадионе. Бог дал нам руки для того, чтобы мы помогали ближему. Дал ноги, чтобы мы свидетельствовали. Дал руки для того, чтобы к ближнему стремились на помощь. Уши, чтобы мы слышали Слово Божие. Язык для того, чтобы проповедовал, возвещал Слово Божие. Пел Богу и молился. На остальное, кто нас будет звать, это есть заблуждение. Великий Господь да избавит нас от бывших заблуждений, сохранит от будущих. Аминь.